Почему люди позволяют себе ставить очень показательно себя выше других, унижая других? Для того, чтобы вы научились точно так же показательно, публично научиться унижать их и ставить их на место в соответствии того, что они заявляют позицию, которая не имеет под собой никакого фундамента. Ну, если вы позволяете так с собой поступать, значит, с вами можно так поступать. Ну, правда, можно. Конечно, разные ситуации, конечно, разные статусы, но защищать себя нужно уметь. Нужно понимать, кто этот человек, по какой причине вы ему отдали право с вами так поступать. Если это семья, это очень просто. Очень просто. Вот когда семья живет, то каждый член семьи вкладывается в эту семью. Когда один из членов семьи куда-то пополз, отполз в какие-то там другие, наверное, условия или к другим людям, первый признак того, что он перестает вкладываться в семью. И это тот звоночек, который дает вам понимание, что из вашей семьи вот этот отползающий пытается что-то с собой взять. И это вор. И если вы позволите этому вору не поставить на место, не прекратить эту энтропию оттока вместе с вами нажитого или там созданного, то вы таким способом дадите этому человеку возможность поступать с вами скверно, непристойно и там как-то обесценивать вас или давать вам указания, где ваше место. Точно так же, как в коллективе, когда вы работаете какую-то работу на общий результат, то вложения каждого, они в принципе понятны и видны. И у каждого своя такая промежуточная задача, как капля в общий стакан, чтобы условно к концу месяца стакан был полный. А вот кто по капельке-то как-то не очень, через раз, и вы должны понимать, что человек пользуется всем коллективом или группой лиц, но он должен это красиво представить, и кого-то назначить, что он виноват. То есть увестись ваше общее внимание от себя на кого-то. Если вы это различаете, то очень быстро ставите такого человека на место. Это просто навык, когда вы видите, у вас такое сферическое начинается внимание, видение, зрение, и вы сразу охватываете весь объём того происходящего, где вы находитесь, в семье или на работе, или с друзьями. Это просто привычка видеть. Тогда вы всегда будете находиться в более или менее скоординированном и таком целостном состоянии. И всегда увидите, кто отползает, кто подбирает. Пресекая, вы не дадите возможности себя разрушить. И в зависимости от свойств, опять-таки, поступите с человеком так, как он меньше всего ожидает. Этому нужно обучаться. Ну, нужно обучаться. В противном случае всегда, не потому что вы такой или такая, а потому что вы этого просто не видите и не знаете. Значит, вы не защищены. Значит, ваша безопасность не соответствует той среде, в которой вы находитесь. И вас таким способом будут учить, лечить, воспитывать, как угодно. Значит, пришло время вам научиться давать отпор, то есть себя защищать. Ну, чтобы стать, скорее всего, из подростка перейти во взрослого человека. Значит, вам нужна там квартирка, машинка, улучшение качества жизни. Это такие сообщающиеся сосуды, когда ребёнок, проходя вот эти вот конфликты, становится внутренне взрослее. Из расчёта знаю, обработал информацию, и умею, различаю энергию положительную и отрицательную. Тогда вы творцом, да, вот творцом своего мира, своего пространства и становитесь. А время, это как женщина, она или питает вас чем-то достойным, хорошим, светлым и лучшим, если мы говорим о мужчин, в пространстве, которое вы ему предоставляете, она созидательна. И мужчины всё получаете. Если вы честно этой женщине возвращаете всё, создаёте ей безопасность, радуете её, балуете её, показываете, как вы её любите. Она вам с торицей даст. И вот так начинается обмен, и так это всё начинает расцветать. Точно так же, как в коллективе. Когда люди начинают вкладываться, у них завязываются разговоры, они обмениваются. Это создаёт одно целое. И у них легко и просто получается. И обычный критерий, когда говорят, ну надо же, вот она так легко, или он так легко и просто всё это делает. Я вас уверяю, это высший пилотаж. Когда вы смотрите на человека, у него нет напряжения, и он говорит или делает, или говорит и делает так, на ваш взгляд, просто и спокойно, и достойно. Я вас уверяю, он вложил в эти качества и в эту информацию, переработал, как в знание, очень долго и очень достойно. Потому что всё, что просто, всё, что кажется, ну вот совсем, вот совсем без напряжения, поверьте, этому человеку пришлось потрудиться над своим как состоянием, и телом, и возможностью передачи, или умением каким-то достаточным. Очень достаточно, а как правило, такой ёмкий период своей жизни, потому что это дело этого человека интересовало. Он в него вникал, он в нём разбирался. И проникнув этим, и ещё с кем-то соединившись, и прорабатывая, обрабатывая эту информацию, обмениваясь, и зарождается самый высокий профессионализм. Он простой, с полузгляда, с полуслова синхронизированная система, которую невозможно пробить, как-то там взломать, что-то ей причинить, потому что там такая защита стоит. Люди так быстро собираются в кулак и разворачиваются лицом к рагу, а не спиной, не убегают. Ну, тому врагу не позавидуешь. Чего и вам желаю, выбирайте себе тех людей, с которыми, как раньше говорили, я бы взял или не взял его в разведку. Так вот, критерий очень простой. Вы многих из своего окружения возьмёте в разведку. Хотя бы так примитивно, честно себе отвечайте. И это будет первая сигнальная система, когда ваше внутреннее состояние вам скажет, да, внутренний цензор такой скажет, да, ну ты чё. Ну, значит, это не ваш человек, но он чей-то, отпускайте чужих, и ищите, и собирайте, и берите своих. Тогда жизнь будет налаживаться.